дорогие друзья праздник не за горами с наступающим вас новым годом на праздничный стол предлагаю вашему вниманию розбив не просто розбив а праздничный розбив отличаться он будет вот чем значит во первых я расскажу и покажу как очистить вырезку во вторых праздничный розбив делается из вырезки они из какой-либо другой части значит смотрите с этой стороны у меня была голова и и отрезал это вот тут что-то какое-то такое отросток мяса с этой стороны хвост пленка или ее еще называют фольга ну потому что она такая блестящая всегда начинает отходить в сторону головы поддевайте и и она знаете ли сама просится как бы можно конечно и помогать ножом вот таким образом стягивая по чуть-чуть но получается кусочки мяса отрываете то есть нужно немного покорпеть но руками аккуратно тянуть отрывая по вот по такому маленькому волоску как только вы будете тянуть фольгу от головы к хвосту как тут же будет она задирать мясо и уходить вглубь так делать не нужно видите легко и просто тут все действительно нужно только подцепить тут подцепить тут помочь тут дело такое житейское кто-то охлаждает сильно-сильно потом начинает этом как-то срезать самое главное что нужно знать это вот тяните от хвоста к голове значит дальше смотрим чё нам если вдруг не нравится цвет мяса значит берем его из легонечко срезаем это все в котлетке в переработку собачкам кошечкам кому угодно потому что видите мясо немножко заветрилась не мне хочется дойти до красного слоя вырезку кладем вот сюда вырезка тоненькая говядинка маленькая в общем все как полагается для маринада тимьян не жалейте все равно мариноваться на вас не будет сутки максимум 15 минут розбив хотел сказать розмарин 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 не жалейте вся ароматика должна быть здесь теперь чеснок у нас будет полным полно заправки разные для самого разбив а поэтому чеснока много я не кладу ну дабы просто обозначить его вкус дать аромат обязательно масло обязательно соль соли не жалейте черный молотый перец отлично красный молотый перец острый немного а то при обжаривании будет лететь капсаицины будет пахнуть глазах носу везде и смотрите что я еще сюда добавляю у меня есть петрушка и укроп толстые стебли я беру выравниваю их и мелко режу мелко режу толстые стебли это же отправлю в маринад для розбива во первых всегда такие стебли рекомендуется отправлять в маринад во вторых не будешь же их выкидывать пусть они сделают свое дело понимаете я вот их порезал и уже аромат по кухне такой замечательный такой замечательный сюда я хотел добавить немного соевого соуса но добавлять его не буду все этого достаточно нужно все это тщательно помассировать помассировать таким образом чтобы у нас соль травки муравки чесночок все разошлось и дадим постоять куску мяса уже по массированному ну как я говорил 15 минут сковородку нужно хорошенько раскалить с прекрасного рост бифа нужно убрать все лишнее чтобы не горела за прям вот так но все эти травки муравки ничего не выбрасываем все оставляем на противне потому что у нас еще рост биф будет догреваться в духовке почему праздничный рост биф я называю розбиф из вырезки да потому что вырезка нынче совсем не дешевый продукт лично для меня что вырезка нынче Кусок говядины жарится на том масле, которое прилипло от маринада Ни в коем случае нельзя сюда лить в сковороду масло Видите, она у меня полностью сухая Да еще и горелочка, я его лишнее выжигаю Во-первых, получается аромат дымный Во-вторых, нужно вам подобрать сковородочку, которая хорошо жарит Ну что, готовится, разбив, довольно быстро Я имею в виду, обжаривается довольно быстро Можно даже немного помочь горелкой Я всегда это делаю, чтобы аромат образовывался У нас розбив должен быть, вот она реакция Майяра, понимаете? Карамельная корочка легкая Кто-то называет, запечатывает соки внутри Это такая все какая-то... Мы бы так хотели думать Но поистине это немного по-другому Это всего лишь вкус Видите, у меня практически сухой верх То есть я жгу Жгу, катаю, катаю, жгу Мясо у меня лежало при комнатной температуре практически 3 часа То есть оно теплое Если вы надумаете, жарите с холодильника вырезку Вы не добьетесь такого колера, не пустив влагу А нам влагу ни в коем случае нельзя никуда выпускать Все, теперь я переношу вот сюда Вот он кусочек розбива Но еще не готов Для пущей готовности, радости и всего прочего Нужно, во-первых, добавить сюда немного розмаринчика Травок-муравок сверху А сбоку нужно воткнуть в него термощуп Центр куска Загоним его подальше О, текущая температура 22 градуса Смотрите, как хорошо прогрелся розбив Ну, в смысле, кусок мяса Что у него 22 А нам нужно 55 Будем делать медиум ре А, да, кстати, установить нужно 50 2, 3, 4, 5 55 градусов Все, теперь отправляю в духовку В духовке у меня там стоит 160 А на самом деле внутри 200 Видите, у меня термометр показывает Это плохо Поэтому мы сейчас будем Опускать температуру В духовке Смотреть, чтобы у нас она упала Нам 200 градусов много для того, чтобы просто прогревался розбив Нам нужно градусов 150 Желательно Вот так вот сделаем Иначе он будет жариться И воду выдавливать Этого нельзя делать Ну, вот видите, температура уже прям Пиев-пиев-пиев-пиев-пиев Поэтому все, закрываем 150 градусов Но это здесь 150 Там чуть больше Давайте я вот на 140 поставлю До 55 До 55 ждем градусов И вынимаем Даем ему остыть вот он красавчик вот он красавчик так ну что пятьдесят шесть градусов вот этот красавец из него чутка начала выделяться влага теперь я отправляю этот кусочек мяса отдыхать на 15 минут пока все соки устаканится и он станет годным для нарезки итак друзья у нас подостыл разбив пора его резать желательно чтобы он остыл вообще потому что это холодная закуска холодная прихолодная закуска остынет совсем будет хорош уплотнится он то он и так съежился видите вырезка какой какого размера была и какого стала это далеко не убираю дальше поймете защит почему медиум рим 55 градусов но пока остывала дошло до 58 все кусочки с дырочками я отложу дойдут лишь до тех которые у меня идут цельные посмотрите что получилось край практически не высох внутренности розовые мягкие нежные планировал медиум рэп получил медиум но судя по тому как он режется я понимаю что из вырезки конечно разбив получается то помягче но подороже но зато на праздничный стол сделайте приятное своим если ваша семья мясоеды я вас уверяю это будет прям отличное новогоднее угощение потому что ну кто не любит розбив все любят розбив нарезаю тоненько любое мясо еще раз напоминаю любое мясо говядина свинина индейка чем тоньше нарезана тем удобнее есть какое бы она мягкая не было режьте чем тоньше тем лучше жженые помидорки обещал будут оставляем с веточками помидорки черри так делают в ресторанах чисто ресторанная тематика помидор сгорает кожицу с него очень легко снимать он приобретает аромат тарелка здесь нужна белая исключительно белая розбив накидываем хаотично да он должен быть розовый красивый сегодня по праздничному соответственно новогодний стол должен быть украшен по-настоящему ведь розбив может быть не в количестве одного таза как например салат оливье да только лишь в том количестве которого требует так сказать эстетика эстетика нежная розовая вырезка это украшение любого стола поверьте мне теперь мы сюда добавляем жженые помидорки да вот как то так теперь добывают сюда каперцы на веточки что это за мелочевка у меня о арбузики пошли арбузики пошли там где розбив вы понимаете да что это намек такой на карпаччо потому что карпаччо тоже из говядины и тоже вкусная ароматная малыша куда-нибудь сюда черный перец далее по списку у меня идет оливковое масло далее по списку мне идет табаско я вообще без табаско никакие виды карпаччо не ем розбив тем более это хоть и не вид карпаччо но острота во первых нужно дать по капле на помидорки и немного сбрызнуть острым соусом само мясо зелень да не буду зелень сюда добавлять или добавить а вот же у меня соус последний важный ингредиент посмотрите весь соус который вот здесь у меня вытекал сок из мяса он ароматизировался травками муравками которые здесь были здесь масло еще что-то вот его не забывайте он создан был этим куском мяса он и должен к нему так сказать присоединиться в процессе вкуснейшего поедания превращение всего этого чудо-блюда звучит как чудо-блюдо в праздничную дайду даме две штучки я сюда хрен очень на какой хрен это не на какой укроп сказал бы все здесь нужна зеленушка чуть-чуть вот прям три веточки маленькие ненавязчивая смотри все видишь все все попробуй хоть насти блин а я давно разбит не готова слушай это великолепно это великолепно тут я представляю что вот здесь если это мясо само по себе просто шикарно то праздничный стол обязан быть праздничным они каким-либо другим с наступающим новым годом дорогие друзья мне все понравилось сделайте так же и вам понравится не меньше моего с наступающим